МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это Легенда цирка, и я, Эдгар Запашин. Грант Ибрагимов, один из самых известных дрессировщиков бурых медведей в нашей стране. На манеже работает больше 40 лет. Про него говорят, у него самые крупные медведи в цирке. Действительно, рост самого большого медведя 2 метра, внимание, 40 сантиметров, и ему 34 года. Что в пересчете на человеческий возраст более 100 лет. Но медведь до сих пор выходит в манеж и выполняет трюки. Смотрим. Всего в аттракционе Гранта Ибрагимова 5 медведей. Они исполняют в балетных пачках у станка различные па. Ловко владеют художественной лентой. Танцуют и играют в мяч. Причем выглядят они вовсе не косолапыми. Все движения исполняются с изяществом. А вот самый современный медвежий трюк. Хищник сам едет на гироскутере. Как будто так передвигаться по манежу – это его собственная идея. Полный восторг. Это зал, это отклики, это мнение друзей. И не друзей, которые просто, когда выкладываешь в сеть это все, читаешь и начинаешь понимать, что действительно я захватил аудиторию большую. Дальше – больше. Выходит на манеж медведь-великан. И тоже становится у балетного станка. И выполняет различные элементы. Гек – так зовут этого медведя. А сам Ибрагимов называет его «почетный старик». И не настаивает на выполнении всех трюков, которые умеет это животное. Самый опасный трюк дрессировщик выполняет сам. Я разворачиваюсь здесь, и мы стоим в ряд с ним. Его рост 2 метра 40 сантиметров. Амбал. Потом я делаю то, что мало кто редко делает. Вот, извини меня, ты медведь, да? Я поворачиваю к нему спиной, делаю. Меня объявляет тут народный артист, и он поднимается две лапы. Я к нему стою спиной. Это, говорят, впечатляет. Я этим немножко… Почти впечатляет 2,40 медведей. Я немножко этим горжусь, потому что я его тоже не вижу. Смотреть вот так вот через плечо на него некрасиво перед зрителем. Поэтому каждый раз, когда я это делаю, я внутренне все весь такой. Знаешь, все время такой. Потому что нельзя расслабиться. Нельзя расслабиться еще и потому, что Грант Ибрагимов знает – медведь может напасть. Ведь раньше он уже это делал. Это был единственный раз за все 34 года, когда Гек позволил себе напасть на человека. Все произошло мгновенно. Мы переводили его из вольера. Я только открыл вольер, чтобы одеть намордник. А Миша, который за мной, он стоял там метров трех. Я говорю, отойди подальше на всех. Потому что только я один могу его. Я стал одевать, и только пряжку стал застегивать. А он его увидел и туда рванул. И намордник у меня остался в руках. Гек быстро поднял под себя мужчину и начал рвать. Грант пытался его остановить. Я стал превращаться в какого-то такого тоже, как он, большого хищника. Он рычит. И я зарычал во него. Через рев я давал команду. То есть офф, стоять, стоять, офф. Вот грубее, чем сейчас. Он стал во весь рост. У меня поводок в руке. Поводок как бы не такой, что и длинный. И он начинает упираться. Кое-как я дотащил его до клетки. С множеством рваных ран мужчина был госпитализирован. И это было настоящим чудом. Ведь остаться живым после такой атаки практически невозможно. Бурый медведь. Это самый крупный хищник тайги. Вес его может превышать 600 килограммов. Мощные передние конечности, оснащенные длинными когтями, обладают большой разрушительной силой. Зубами медведь может прокусить ствол у ружья. А ударом передней лапы способен перебить хребет, вырвать ребра или сломать кости черепа лосю. При кажущейся массивности медведь-зверь очень проворный. В рывке с места он достигает скорости 60 километров в час. И эта борьба была не так страшна для дрессировщика, как осознание происшедшего. Что теперь будет? Ведь медведь, который уже однажды напал на человека, может в любой момент повторить атаку. И кто тогда сможет отбить дрессировщика? Грант Ибрагимов вместе с женой Раисой взяли братьев-медвежат в киевском зоопарке в 1983 году. А кто ж меня кусает? Ай! Да мама кусает, скажи честно. Назвали близнецов Чук и Гек. Это были уже не первые медведи Ибрагимова. Брали вот такого медведя, даже чуть-чуть меньше, когда он еще был немножко пластилиновый. Это уже кусочек такого, кусочек мышцы. А те еще мягкие. Берешься за лапу и начинаю вращать его вот таким образом. Вращать и подкармливать. Он не готов, видите, он не знает, что такое. Потому что я поздно, и он не знает, что это такое. Давай, вставай. И так в движениях делаем вот такие вещи. Это персональный трюк, который, как говорится, потом вырастает в авторске. Когда малышам было около года, супругам стало понятно. Им повезло. Медведи оказались очень талантливыми. Первая материнская любовь, конечно, давала моя. Суся-пуся, сосочки, то есть все. Я с ним тоже, конечно, нянечка, нянечка, но это было и топ-тот. Когда они становятся немножечко побольше, когда надо уже дисциплинку, где-то чего-то, я начинаю. Это как бы при малом возрасте. А на четвертом году медвежьей жизни уже стало ясно, что животные будут огромными. Про Ибрагимовых стали говорить. Они знают секрет, как вырастить медведей-великанов. Это так считается в народе, в нашем церковом. На самом деле, честно, я ничего не делаю, мы ничего не делали. Я сейчас не делали того, что просто, я говорю, большая клетка, объем еды нужной, с учетом всех, как говорится, рационов. Все, пусть ничего, воздух, объем, ну и жизнеспособность. То есть с ними бегаешь, играешь, особенно в стадии это самое. Да, ничего такого нет. Обычно массивные животные тяжело выполняют трюки. Но не эти. Именно с ними Раиса и Гранд Ибрагимовы сделали самые лучшие трюки и объездили весь мир. Назовите мне пять ваших трюков, которыми вы гордитесь больше всего. С удовольствием. Первое, это то, что мой медведь, который сейчас еще живет, ему 34 года, несет мою жену на руках. Это были мы первые создали, и, как говорится, правда, не единственные, но первые. Это раз. Во-вторых, я, как бы бывший акробат, ношу медведь через весь манер в прямых руках, в стойке, о чем сломал свой позвоночник. Второй трюк. Так оказалось, да. Третий трюк, который мы сделали и получили, в то время были авторские права, мы за него получили эти авторские права, это медведь крутит ленту художественной гимнастики. Причем хорошо крутит. У него здесь пятна тросточка, и вот эта лента крутится. Это третий. Четвертый, это сегодня мне удалось. Вот именно в настоящее время сейчас мы этот трюк делаем. Это я поставил медведя на гироскутер, и он прекрасно его освоил. Гироскутер – это вот эта фигня, на которой... Да, на двух колесах, да. И он встал на них, я за ним следом тоже встал, и мы сейчас вместе ездим по манежу и делаем пируэты, вальсы, так называемые. Четвертый трюк. Это пятый уже. Да, четыре трюка, да. Пятый, но, знаете, они все остальные тоже хорошие. Такое прям, чтобы выдающиеся, вот сейчас в голову не бежит. Ну, правда. Ну, нет, ну, нет. Вот сколько набрал, сколько набрал. И все остальные, да? Все остальные хорошие, качественные, но вот эти, которые стреляют. Чук умер от продолжительной болезни, когда ему было 24 года. Остался Гек. Кроме выступлений в цирке, медведи часто снимаются. Детские программы, реклама, кино. И здесь Гек тоже суперзвезда. Вот, например, он в голливудской экранизации Анны Карениной с Софи Марсо в главной роли. Для Ибрагимова Гек – медведь, в котором он всегда был уверен. Это даже не друг, это больше. Это почти ребенок. Но что делать теперь, после такого дерзкого нападения на ассистента? Расстаться с медведем Грант был не в силах. Но и продолжить с ним работу он тоже не мог. А потом месяц, вот, правда, месяц я ее не мог взять с клетки. У меня был страх. Потом он чувствовал это. Я подскажу, он напрягается, а я вижу, что он напрягает. И у меня сразу еще больше спазм. И я месяц ходил, мучился, что делать. Ибрагимову снился один и тот же сон. Как он открывает клетку, входит, а Гек на него нападает. За этот месяц он настолько себя измучил, что в один день решил это прекратить. Появилась решительность, и Ибрагимов сказал ассистентам – выпускайте Гека. Работаем. Все испугались, но послушались. И вот только я этот шибер открыл, вот, и он показался тут, у меня страх пропал. А он это вот почувствовал, и так спокойно вышел, голову подставил, я ему одеваю. Фух, все прошло, все, вот, а месяц мучился. Это была победа. Победа над собой. Надо было мне на него решиться, себя заставить, вот это вот открыть. Ведь медведя же никак не проявляют. У них усы не топорочатся, как у тигров. Дыбом ничего не встает, не прижимает. Они не искалятся. Безмолвное лицо. Действительно, о настроении кошек, собак и их хищных сородичей мы можем судить по их довольно богатой мимике и жестам тела. Движение ушей, хвоста и всего тела. Понять, когда медведь начинает злиться и собирается напасть, практически невозможно. У него плохо развиты мимические мышцы. Небольшие уши малоподвижны. Вот смотрите, через несколько секунд медведь предпримет попытку напасть. Но прямо сейчас его ничего не выдает. Грант Ибрагимов показывает прекрасную работу в манеже со своими медведями. Что он будет делать, если я его выведу из зоны комфорта и дам попробовать сделать трюки с незнакомыми медведями? Я должен сказать, что работа с чужими животными по определению – профессиональный провал. Итак, под ударом народный артист России Грант Ибрагимов. Ну это правда эксперимент. Хотите мне подставить под что-то, нет? Нет, просто эксперимент. Я не знаю. Вы сами признаете, что вы в жизни этого не делали. Не делал, не раз. Не делал. Чужим не делал, только со своими. У нас в кустах рояль спрятан в форме семьи Александровых. Вот неожиданность какая. Слушайте, вы че. Да, у нас есть медведь. Медведь. Олег, давай. Я не готов к этому. Ну, Олег и Александров вы знакомы. Да, да, да. Ой, какой хороший. Миша, как его зовут? Тишечка. Тишечка. Что я должен сделать? Еще попробовать. А давайте все что угодно попробуем. Я подозреваю, что Тиша много чего умеет, но вот скажите, пожалуйста. Он умеет со своими дрессировщиками. Да, да. Вот в чем тут секрет. Я вот обратил внимание сразу. Вышел дрессировщик, совсем другой подачи медведя. У нас разные руки. Я веду левую, даю правую, а он делает все наоборот. И мне сейчас это вот как-то немножко даже это самое. Абсолютно. И медведь привык. Медведь привык к определенному. Но можно я попробую, да? Давай. Тишенька, иди, мой хороший, иди ко мне. Так, лапочка, иди ко мне. Отойдем от дрессировщика. Что ты умеешь делать, мой хороший? Что ты умеешь? Ну-ка, можешь вальф сделать? Ну-ка. Ух ты, нифига себе. Молодец. А ну еще разочек, молодец. Ребята, это импровизация. Ребята, давай, давай, молодец. Ребята, это импровизация. Только не думай. Так, хорошо. А лапочку подними какую? Какую умеешь лапочку поднимать? Ну-ка. Давай. Вот. Ах, ты хлопать у нас умеешь. Ну, давай похлопай, мой золотой. Моя умница. Хорошо, молодец. А, подставил и прогибал. Молодец. Это подстава, ребята. Это подстава. Я не знаю, что дальше делать. Он и все, просит и просит. Давайте на тумбочку посмотрим, что будет. Иди ко мне. Иди ко мне, мой хороший. Иди ко мне. Давай. Давай, быстренько. Давай. Давай. Умеешь стойку делать? Ну-ка, давай. Стоечку. Стоечку, тишенька, давай. Головочка. Давай, 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 давай. Ну, не надо скоблить. Давай. Давай. Стоечку, стоечку, стоечку. Ай, ты мой хороший. Он на самом деле умеет у всех делать. Не только у дрессировщика. Молодец, мой тишенька. Хорошо. Хорошо. Оп, давай, Батинка, сходи сюда. Молодец. Лапочку-то убери свою, ты что наглеешь? Я в свитере, все-таки, а не в куртке. Правильно? Да, мой хороший. Иди. Молодец. Спасибо, хороший мишка. Но пот пробил. Вот. Пот пробил. Вот и ваши ощущения. Ощущения? Ну, мандраж. Ну, молодец. Олег, спасибо большое. Хороший мишка. С тех пор, как Гек порвал помощника Ибрагимова, прошло уже 10 лет. Но животное так и ни разу не сделало попытки напасть на своего дрессировщика. Но у Гранта ведь были и другие медведи. Это случилось на репетиции. После небольшого перерыва в гастрольном графике. Двухметровый Антон атаковал Ибрагимова. Мы закончили, все. Он тут развалился на манеже. Говорю, все, вставай, вставай. Я говорю, вставай, давай. Не хочет. Ему надо поваляться. Короче, все-таки он встает. Вот так недовольный такой. Все, встал во весь рост. И, казалось бы, уволень. Да, и вдруг прыгает на меня. Я успел отбиться. Он за мной. Грант пытается убежать. Но медведь быстрее человека. Убежать невозможно. Дрессировщику остается только успевать закрываться руками. И хотя на медведе был намордник, но даже через него хищник сумел откусить артисту пальцы. Но у намордники, у всех медведей есть прикус. Так называемая, такая щель, которой мы даем под кормку. Все равно челюсть работает. Вот эти откусанные пальцы, это все, это вот как раз сюда. Если бы он пастью взял, руки бы не было. А это вот раз, передними резцами срезает, как бритвы. Чик, и все, и нет. В экстремальных ситуациях мозг начинает думать быстрее. Грант понимает, что это безысходность. И, похоже, конец. Самое страшное, когда ты понимаешь, что ничего не можешь сделать. Тебя рвут. Тут тебя рвут. Мысль-то работает. Я еще живой. Тебя рвут. Сейчас, когда еще вот это сознание потерял, очнулся. Опять этот ужас. Я опять не могу от него оторваться. Те секунды, пока продолжалась борьба, стали самыми страшными в жизни Ибрагимова. Но не последними. Ошейник с него слетает. Он же держится практически на что-то, на челюстях, на ушах, на хрящах. Практически. Если его закатить, медведь вот так может раз и сорвать его. Я вижу, сам основной ремень слетел с ушей. И мысль такая, сейчас еще несколько движений вот таких, и у него эта пасть откроет. И так и получилось. Теперь Медведев вообще ничего не стеснял. Он рвал зубами артиста, как тряпичную куклу. Сначала только чувствую, что-то горячее. Потом я от него, он меня за бок. Вот тут у меня дырка была большая. Схватил. И причем мой, 90 килограмм все-таки, как бы, с копейками. Схватил меня и головой своей барьер шлепнул. Реально с барьером было дело. И меня на секунду потерял сам себя. То есть была темнота, и опять открылась. И опять та же паника. Я не могу от него уйти. Не могу. Раз свирепешего медведя смогла успокоить женщина. Алла, она 22 года со мной отработала. Антон вырос на наших руках. Вот он ее не трогал. Вот только я. Только я. И остальных никого нет. Вот, Алла, ты не мешай. Ящи им сейчас расправились. Примерно такой перевод, да? Подожди. Она смелая, она же знает, понимает, что к чему. Она его за ошейник тащит. Она своим весом висит на нем. Он, да подожди, да сейчас я его накажу. Вот примерно так. В какой-то момент женщина сильно дернула медведя и смогла оторвать от жертвы. Я отскочил. И вот этот вот разрыв дал мне возможность. Тю-тю-тю-тю. Я говорю, Гранд, бегите, бегите, отойдите, спрячьтесь, чтобы он не видел. Потому что вот он такой весь. Она его держит. Я спрятался, он потерял меня из виду. И смотрю, безнаморно, и вот она так. Ну, она тоже, конечно, на эмоциях, на чем-то так. Повела его, повела и посадила. Дальше скорая больница. О случившемся жена Гранта Раиса узнает позднее. Ей позвонят. К тому времени он уже выступал один, а она занималась детьми. Как только дети пошли в школу, я говорю, давай так, чтобы они у нас были хорошими детьми, умными. Ты посиди дома, я сам поработаю. Вот. А ее не было здесь. Она и не знала, что случилось. Грант Ибрагимов месяц пролежал в больнице. И там его одолевала только одна мысль. Может, пора заканчивать карьеру? Ну, мысль была, ну, наверное, хватит. Наверное, все. Наверное, все. И Алла ко мне приходила, вот моя помощь, я говорю, Алла, ну, вот, видишь, ты хотела все на пенсию идти, вот, видишь, как случается. Вот, наверное, все. Антона пришлось отдать в зоопарк. Но сам уйти из цирка Грант не смог. Он вышел из больницы и взял трех медвежат. Новые задачи увлекли дрессировщика и больше мысли об уходе его не посещали. Теперь у него снова был целый медвежатник. Три мальчика. Хорошие были мальчики. Они сейчас работают. Только не мальчики уже вот такие, а детины. Это первые медведи Гранта, которых ему не помогала воспитывать его жена. На этом видео, снятом в 2010 году, Грант просит Раису лишь позировать. Хотя заметно, как на самом деле она скучает по манежу и дрессуре. 12 ноября 2012 года Раисой Ибрагимовой не стало. Случилось то же, что случилось с Жанной Фриске. Один в один. Но Фриске спасал весь мир, будем говорить так. Я спасал сам и как бы своими возможностями, московскими возможностями. Здесь Бурденко и все прочие. Ну, невозможно было спасти. И куда бы я ни повез, была бы та же история, только с большими потерями. И просто возможностей не было. Очень серьезных возможностей не было. Но мы сделали все, что могли. Процесс не остановился, процесс пошел дальше. Говорят, рак позволяет долго прощаться с человеком. Но вот только боль от этого меньше не становится. Грант Ибрагимов – профессиональный дрессировщик, народный артист России. Решил сделать то, чего никогда не умел. Создать маленький фильм о жене. Ну, там поет Антона про улицы эти самые, на Вишневую, на Виноградную. Да, это ее любимая, я туда ее включил. Включил песни, которые подходят по тематике. Там «Ты у меня одна» в Висборо. «Ты у меня одна, словно ночи луна». Трагедия не сломала Гранта, но очень изменила. Вместо всегда открытого и улыбчивого он стал задумчивым и твердым. Он понимает, что теперь все зависит не от двоих, а от него одного. Если не я, то кто детей будет поднимать? И чем я буду заниматься, если не тем, что я умею? Еще больше стал вкладывать себя в это дело, развивать и менять. И поменял после... Ведь кроме этого Гека, райных медведей больше нет ни одного. Все уже воспитаны мною и моими помощниками. Вот только Гек остался как символ, как память, как экземпляр. Он просто экземпляр. Таких это редкость. Февраль 2016 года. Иркутский цирк. Рабочие пошли открывать служебный выход. И там, на крыльце, обнаружили шевелящуюся коробку. Два маленьких медвежонка. Месяц от роду, не больше. Голодные, промерзшие. Они сидели в своем домике и жали, взбросили и принесли в тепло. Отогрели и напоили молоком. А что с ними делать дальше? Ну, и позвонили мне. Цепочка пошла. Я говорю, можешь передержать пока? А у нас переезд будет. Они едут в Красноярск, а мы едем в Новосибирск. А там совсем чуть-чуть рядышком. 700 верст. Ну, так он их помог. Пока они кормили, там они приносили фотографии, присылали по телефону, там отправляли. Какие-чего. Два мальчика, я их взял. Уже тогда Ибрагимов знал, что будет репетировать с этими животными новый трюк. Езду на гироскутере. А чтобы поставить медведя первый раз на гироскутер, он должен быть включен или лучше выключить его? Первый раз вообще я беру маленького вот такого медвежонка изначально. Да. И ставлю на гироскутер, оставлю на такую вот сколоченную засосу скамеечку, чтобы он просто ногу поставил, вторую встал и замер. И чтобы я ходил по залу, он стоял ровно. Сошел назад, потому что с него сходит только назад. Вперед не сходит, можно просто каскад сделать. Вот. И только потом, когда он начинает становиться, я беру гироскутер и ставлю. Сейчас он сюда не встанет, потому что, во-первых, он узкий, и медведь перерос уже этот возраст. Он только понюхать может. Вот тот, который сейчас у меня катается на нем, он в два раза меньше. А сколько у вас времени ушло на гироскутер? Восемь месяцев. Чисто. Два месяца ему было, когда я стал его готовить. Восемь месяцев. И сейчас я с ним катаюсь вместе. Я стою на свой, он стоит на свой. И вот такая трясучка, которая происходит от того, что неправильная балансировка, и он реагирует так плохо. Вот этот медведь как раз и есть тот самый иркутский подкидыш. Он оказался очень способным. Ведь для того, чтобы ездить на гироскутере, мало просто балансировать. Нужно с определенной скоростью управлять тело вперед, назад и в стороны. На это не каждый человек способен. Медведь настолько комфортно себя чувствует на гироскутере, что он не сходит с него. Даже для того, чтобы подойти ближе к нашему оператору. И как зрители это воспринимают? Ну, ура. Вот знаешь, маленькие печатают удовольствие. Взрослые от того, что, во-первых, печатают их дети радуют. А все сами удивлены. Потому что медведь, ну, видно, что трудно. Но, тем не менее, нахотелось аудиторию собрать новую, сегодняшнюю. Не хочется устаревать, понимаешь, Гарик? То есть идете... Да, хочу еще, несмотря на то, что у меня большой стаж, хочется быть сегодня актуальным в дрессуре. Потому что все эти традиционные трюки у медведей, они как бы... Все знают, что они умеют. Медведи прекрасные артисты. Действительно, среди животных встречаются настоящие таланты. Но таковыми они могут стать только рядом с мастером. Настоящей легендой цирка. Ни при каких обстоятельствах не следует терять надежду. Чувство отчаяния. Вот истинная причина неудач. Помните, вы можете преодолеть любую трудность, если ваш ум невозмутим. Это были легенды цирка. И я, Эдгар Запашный. Пока.